В имя Отца и Сына и Северного Духа, дорогие братья и сестры, сегодня Русская Православная Церковь совершает память одной из самых почтимых икон нашей Церкви и нашего города Москвы. Это икона Просвятой Богородицы все скорбящих радости. Это удивительная икона, уже само название иконы всех скорбящих радостей, вот такое, казалось бы, противоречие нам показывает на ту заботу, которую Просвятой Богородицы о каждом из нас. И история этой иконы связана с чудом, которое совершилось в конце XVII века, когда сестра Ефимия, сестра тогдашнего московского патриарха Иоакима услышала голос, как она подумала про Святой Богородицы, который просил о том, чтобы пойти в храм на Большой Отынке, храм преображения Господнего, и попросить местное духовенство служить в водосвятной молебе. И она так и сделала, она нашла вот эту икону в храме на Отынке. И вот с тех пор, с конца XVII века, каждый день в этом храме на Отынке совершается водосвятая молеба в воспоминании об этом исцелении этой сестры патриарха Иоакима. Конечно, кроме как в советское время, когда храм был закрыт, а вот как приоткрили храм после войны, фактически каждый день совершается эта молебель, чтобы помнить вот об этом чуде и, соответственно, о заботе, которой Бог Пресвятой Богородицы о каждом из нас. Мы слышали в Евангелии, как в разных местах, потому что положено сегодня читать и рядовой, так называемый Евангелий, и Богородичный. Как вот Господь сказал, апостол блаженный, очи ваши видящие то, что вы видели, то, что вы видите. И действительно, как часто мы думаем, вот какие должны были быть удивительные чувства у апостолов, тех людей, которые были совсем рядом со Спасителем, которые своими глазами видели все, что тогда происходило на Святой Земле, при земной жизни Спасителя. Также в Евангелии мы сегодня читали другие слова, как сказали, кто-то сказал, Господи, блаженно чрево, носивший Тебя и грудь, питавший Тебя, а он на это ответил, блаженный, слушающий Слово Божие и соблюдающий Его. Вот так получается, что я вчера вернулся со Святой Земли, впервые в жизни побывал в этих местах, и, конечно, грандиозное, огромное впечатление именно от того, что видишь вот те, по крайней мере, места, которые видел Спаситель, которые видели апостолы вместе с Ним, побываешь в тех местах, где Он совершал чудеса, и это огромное впечатление, которое дает понять, насколько конкретно Слово Божие. Вот как вот эти конкретные камни увидели и услышали, проповедь Спасителя, и ты бываешь в этих местах, понимаешь, как все весьма конкретно. И все-таки это дает меру, меру вот нашей конкретности, нашей любви и нашего сострадания каждому ближнему. Да, действительно, вот в этих местах, где мы можем бывать, когда вот совершаем поводчество, святые места, вот Господь, допустим, в Кане Галилейской, Он совершил первое чудо, и, допустим, в горе, читал свою проповедь, и на горной проповеди оставил нам западе блаженства, и на фаворе преобразиции, все это видишь своими глазами. И понимаешь, что Его забота, Его внимание ко всем окружающим было предельно конкретно. То есть это любовь и сострадание не на словах, а в словах, а конкретно. И вот, конечно, первое, что возникает желанием в душе, это так же конкретно всегда быть солидарным с теми, которые об снах, быть предельно внимательны. И мы, конечно, не видим самого Спасителя, мы не бываем, как сказать, не можем быть свидетелями чудес, которые Он совершал тогда, но видим эти места. Но вот Господь говорит, блаженны те, кто слушает Слово и соблюдает Его. Вот это блаженство касается именно всех нас. Если мы так же внимательно не только слушаем, не только читаем Слово Божие, изучаем Его, это тоже крайне необходимо каждый день читать, и именно изучать Слово Божие, то есть читать как можно больше комментариев, попытаться понять, вникать в каждую мелочь, в каждую подробность, в каждое выражение. Но самое важное – жить по этим словам. Ведь в конце Нагорной проповеди Господь как раз говорит о том, что вот есть две возможности – построить дом на скале, или построить дом нашей неугодной жизни на песке. Вот дом построен на песке, безусловно, абсолютно ненадежный, он долго не будет держаться. А вот человек, который построит дом на скале – это тот, который слушает Слово и исполняет Его, то есть соблюдает то, что Господь нам повел. Градим вас Господь!